здравствуйте ребята совсем чуть-чуть и придет долгожданное время каникул можно будет отдохнуть набраться сил набраться желания опять продолжать учебу но это совсем не означает что нужно расслабиться обо всем на свете позабыть пуститься в пляс наш шарик он как крутился так и будет крутиться ну а день будет сменять ночь ночь будет сменять день и чтобы наши дни были всегда теплыми светлыми радостными нужно всегда помнить и осознавать что мы делаем зачем мы делаем что мы хотим своими делами действиями добиться но теперь конкретно хочу вас просветить по противопожарной теме противопожарной безопасности ну то что спичками и зажигалками мы бескрайне нужды на природе не пользуемся я думаю это все выяснили все поняли но дома то приходится пользоваться и спичками зажигалками а еще много всяких электроприборов которые также являются вполне себе так реальным источником пожарной опасности давайте представим себе такую ужасную картину загорелась занавеска она синтетическая горит великолепно а там еще бумажные обои в общем жуть что делаем что побежим за водичкой кошечка будем заплескивать потащим плед чтобы захлестнуть все это дело огонь там только что начавшийся ну разве это варианты ребят и не очень а если там еще электропровод где-то рядом а вот тут с кошечку с водичкой тут такие что делаем есть выход ребят есть есть друзья выход простой максимально эффективный давно известный и опробованный нужен чтобы под рукой оказался огнетушитель стоимость покупки огнетушителя не велика ну а вот возможная польза от него ну трудно даже вообразить какая будет итак знакомьтесь вот он наш новый друг огнетушитель наверняка вы видели их ну по крайней мере школе где учитесь ну может даже кто-то из вас держал в руках но едва ли кто-то пробовал его в действии с виду огнетушители все одинаковые однако начинку не бывает разное пригодны они для разных случаев могут быть ну расскажу вам данном случае про порошковый огнетушитель маркировка уп это двухлитровый вот есть гораздо больше есть такие что даже 3к перевозить можно только на колесах вот в баллоне находится тушащее вещество это специальный порошок волна заправляется газом может это азот быть может просто воздух сжатый большим давлением все это сюда заправляется эта смесь большим давлением вот и когда мы нажимаем на спусковой рычажок происходит активный выброс тушущее вещество ну настояние примерно 2 может быть 6 метров вот потушить большой пожар конечно же не получится но локализовать маленькая только что начавшиеся возгорания на вполне по силам тушит порошковый огнетушитель электропроводку газ горючей жидкости так что с нашей горящей занавеской справиться ему вполне по силам ну если вы будете приобретать для себя подобный гаджет то конечно же обязательно проконсультируйтесь у продавцов спросите инструкцию о его применении чтобы пользоваться огнетушителем вовсе не нужно быть физкультурником разрядником достаточно просто откинуть в нужный момент панику быстренько вспомнить о том что я вам сейчас вот тут рассказываю сбегать за огнетушителем который должен быть обязательно в доме в абсолютном доступном месте у меня допустим он хранится ну вешалки там где я вешаю свою верхнюю одежду и так хватаем огнетушитель наши действия срываем пломбу выдергиваем чеку огнетушитель держим вертикально направляем на на огонь подходим максимально насколько это близко к огню учитываем нюанс такой что при нажатии струя под большим давлением может быть отдача отдача порошком отдача продуктами горения поэтому вдохнули прижмурились давим на горшетку нашу горящую занавеску начинаем тушить снизу вверх а горизонтальную поверхность тушить тушить лучше начинать от себя и так огнетушитель данного типа будет работать у вас ну порядка там 10 15 20 секунд за это время он высыпет из себя весь порошок вполне достаточно для того чтобы затушить ну вот такой вот маленький небольшой только что начавшийся огонь вот как то так ребят осталось дело за малым нужен огнетушитель насколько это важно и нужно решать наверно каждому каждому каждый пусть решит сам для себя нужен не нужен но согласитесь что безопасность и благополучие гораздо дороже чем вот это вот в общем то простая крашеная железяка ну что ж ребят делайте выводы думайте идите спросите у взрослых хотят ли они благополучие хотят ли они спокойствие на этом я пожалуй закончу будьте внимательны будьте бдительны будьте добрыми ребят и все у нас будет хорошо до свидания